Здравствуйте! Вы смотрите новости Заречного в студии Геннадия Рузов. И в начале выпуска коротко о некоторых его темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Температура бьет рекорды. Сухая и жаркая погода – хорошие условия для возникновения пожаров. А смогут ли огнеборцы вовремя прийти на помощь? Доводим до жителей, что нельзя ставить транспортные средства, которые мешают проезду спецтехники. В случае возникновения пожаров или каких-либо других червячайных ситуаций, просто спецтехник сможет подъехать к жилому тамому городу. Принято решение о возобновлении работы бассейнов и других объектов физической культуры и спорта. Юные спортсмены ликуют. Сидел дома, было очень скучно. Я очень рад, что его открыли снова. Можно тренироваться. Классно. Можно ли назвать человеком существо, способное на убийство? Я думаю, что история такая, что заводчик увидел, что они не чистопородные, но, то есть, не то, что он ожидал. И в таком вот достаточно большом возрасте щенков выпросили в Рику с учетом того, что надеялись, что они утонут. А теперь подробнее об этих и других событиях городской жизни. 13 июля в России зафиксировано 6537 заболевших коронавирусной инфекцией. Это на 58 меньше, чем днем ранее. За последние сутки выздоровели 2960 человек. В Пензенской области диагноз подтвердился у 35 жителей региона. В Заречном новых случаев COVID-19 не выявлено. Срок действия режима повышенной готовности в Пензенской области продлен до 25 июля включительно. Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора региона в минувшую пятницу. Подробная информация об этом размещена на официальном сайте регионального правительства. Снято ограничение с торговых центров и сферы общественного питания. При этом представителям организаций и индивидуальным предпринимателям в сфере общественного питания необходимо руководствоваться рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, уточнил губернатор в ходе совещаний с руководителями администрации городских округов и муниципальных районов Пензенской области, состоявшегося в режиме видеоконференции в понедельник 13 июля текущего года. Федеральная налоговая служба возобновила прием граждан по живой очереди. Ранее, с момента введения на территорию Пензенской области режима повышенной готовности, прием был приостановлен. Затем специалисты начали работать с горожанами, но для этого необходимо было записаться на прием на сайте Федеральной налоговой службы. Теперь обратиться к специалистам службы можно в понедельник и среду с 9 до 18 часов, во вторник и четверг с 9 до 20 часов, а в пятницу сотрудники службы работают с налогоплательщиками с 9 часов до 16.45. Суббота и воскресенье – выходные дни. Обязательные условия при посещении Зареченской инспекции Федеральной налоговой службы – соблюдение налогоплательщиками правил использования средств индивидуальной защиты в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. О работе налоговой инспекции, связанной с начислением налога на профессиональный доход, подробно сегодня нам расскажет специалист-эксперт отдела инспекции Федеральной налоговой службы России по городу Заречному Ирина Жидова. Интервью с ней смотрите сразу после информационного блока. А пока продолжим. В Заречном состоялся профилактический межведомственный рейд по проверке внутриквартальных проездов. Его цель – выявление владельцев автомобилей, нарушающих правила расстановки личного автотранспорта и проведение разъяснительной работы о недопустимости таких нарушений. Сотрудниками ГИБДД был составлен протокол об административном правонарушении. Другие подробности проверки – в репортаже Ксении Тризны. Тяжелая пожарная автоцистерна аккуратно пытается войти в поворот в одном из городских дворов и застревает. Свободно проехать КамАЗу мешает припаркованная легковушка. К счастью, сейчас речь не идет о спасении человеческих жизней. Сотрудники МЧС не едут на вызов, они проводят профилактический рейд, проверяют, насколько легко и быстро можно преодолеть внутридворовые территории в Заречном. Есть более загруженные районы, это все, грубо говоря, старые застройки дворовой территории. Это Братская, это улица Зеленая, это улица Ленина, проспект Мира, первые, которые постройки. Ну а более-менее уже в новых домах застройщики стараются разгрузить дворовую территорию, строят много парковочных стоянок, но все равно и там умудряются заставить свои транспортные средства так, что мы не можем проехать. По нормативам для Заречного, время прибытия сотрудников МЧС на место происшествия не должно превышать 10 минут. Однако попытки виртуозно сманеврировать между легковыми машинами, не задев ни одну из них, неминуемо добавляют лишние минуты и отнимают шансы на спасение людей. Чтобы исправить ситуацию, пожарные регулярно проводят профилактические рейды. Они проверяют разные районы Заречного, ищут труднопроходимые дворы, общаются с горожанами. Доводим до жителей, что нельзя ставить транспортные средства, которые мешают проезду спецтехники. В случае возникновения пожаров или каких-либо других червячайных ситуаций, просто спецтехник сможет подъехать к жилому домам города. Вместе с пожарными в рейде принимают участие сотрудники ГИБДД. Они разыскивают владельцев авто, которые мешают проезду спецтехники, составляют административный протокол. Размер штрафа за такую парковку – до 2000 рублей. Ксения Тризна, Вячеслав Кюртаев, телерадио, компания «Заречный». О происшествиях. 12 июля в Заречном сгорела деревянная беседка у родника, который находится в лесном массиве между улицей Ахунской и автодорогой номер 15. Сообщение о возгорании поступило на центральный пункт пожарной связи в 19 часов 18 минут. На место происшествия выехали 11 сотрудников МЧС на трех спецмашинах. Деревянная беседка горела открытым огнем. Пламя могло перекинуться на окружающие деревья и кустарник. Пожар был ликвидирован. Его площадь составила 9 квадратных метров. Огонь полностью уничтожил беседку. По факту возгорания проводится проверка. Дознаватели отдела Федерального государственного пожарного надзора рассматривают в качестве причины пожара поджог. Материалы будут переданы в полицию. По информации Управления общественных связей, еще одна жительница нашего города пострадала от действий мошенников. Зареченку обманули при продаже в интернете сушилки для фруктов. Женщина на популярном сайте объявлений разместила информацию о продаже. Покупатель откликнулся в мессенджере. Зареченка получила сообщение о согласии купить сушилку с услугой доставки и ссылкой для ее оформления на сайт «Двойник». Зареченка ввела реквизиты своей банковской карты и подтвердила свое согласие на зачисление ей денежных средств. В результате этих действий со счета ее банковской карты тремя транзакциями были списаны денежные средства в сумме 7650 рублей на три разные карты мошенника. Сотрудники полиции вновь и вновь призывают горожан к бдительности. Мошенничество на виртуальном рынке – один из самых популярных способов. Совершая сделку, подумайте, насколько вы готовы доверять незнакомому человеку. Щенки, которых пытались утопить в суре, ищут добрых хозяев. Вопиющую историю о жестокости по отношению к животным рассказала Лариса Исаева, художественный руководитель Оркестра русских народных инструментов имени Светланы Исаевой. В конце июня семья солистки хора Татьяны Стоильской спасла от смерти семерых щенков. Их в полиэтиленовом мешке выбросили в суру. Подробности счастливого спасения в репортаже Натальи Елистратовой. Сестрички Маха и Жужа весело играют и даже распевают песни. Сейчас они находятся в полной безопасности, в заботливых и добрых руках. А буквально несколько дней назад их жизнь висела на волоске. Малышей, связанных с Котчем, вместе с еще пятью щенками пытались утопить в реке. Вот в этом полиэтиленовом черном мешке. Сверток обнаружила семья солистки Зареченского оркестра народных инструментов Татьяны Стоильской. Я думаю, что история такая, что заводчик, может быть, увидел, что они нечистопородные, но то есть не то, что он ожидал. И в таком вот достаточно большом возрасте щенков выбросили в реку с учетом того, что надеялись, что они утонут. Еще немного, и семь щенков просто перестали бы дышать. Они отчаянно боролись за жизнь, барахтались в тесном душном мешке, выбраться из которого со связанными с Котчем лапками самостоятельно не было шансов. Когда неравнодушные люди высвободили малышей из плена, те были еле живы. А одна кроха совсем не двигалась. Мы ее забрали оттуда сразу, потому что она была практически в мертвом состоянии. Ее достали, и она наглоталась в воде, она запуталась в траве. Такая была вся слабенькая, в судорогах предсмертных. Вот первые мы ее забрали из семьи щенков. Мы очень довольны сейчас своей собачкой. У нас девочка ее зовут Дженни. Она отживела. Мы сразу ее отвезли к ветеринару. Ну, в общем, все сделано, все как положено. Дженни приютила семья Татьяны Стоильской. Малышка стала домашней любимицей. Свой дом сразу нашли и еще четверо щенков. А вот Маха и Жужа ждут хозяев. Судьба сестричек не оставила равнодушной руководителя Оркестра народных инструментов Дворца культуры «Современник» Ларису Исаеву. Остальным уже повезло, что они разъехались по домам. Это вот две девочки. Нас принял под свое крылышко замечательный центр стерилизации, адаптации бездомных животных «Лохматый друг». Без них, конечно, я бы не справилась. Конечно, мы мечтаем, чтобы вот эти замечательные малыши, им всего три месяца. Жужа и Маха нашли своих хозяев. Они очень контактные, они любят своего хозяина. Собаки приятные, они такие вот и на ощупь шелковые. Когда-то были домашние, потому что нет ни блох, нет ни клещей. Я не знаю, у кого поднялась рука выкинуть животных таким зверским способом. Маха и Жужа стерилизованы. Они неприхотливы в еде. С удовольствием гуляют на улице и приучены к туалету. Щенки очень добрые, легко находят контакт и с детьми, и со взрослыми. Но им нужны самые добрые, надежные и заботливые руки. Сестренки полностью привиты и готовы переехать в новый дом. Для того, чтобы познакомиться с Махой и Жужей, нужно позвонить по телефону, указанному на экране. Или обратиться в центр «Лохматый друг». Наталья Елистратова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». Постановлением губернатора Пензенской области от 10 июля разрешена эксплуатация бассейнов и прочих объектов физической культуры и спорта, а также проведение физкультурных и спортивных мероприятий, оказание соответствующих услуг. Кроме того, возобновляется деятельность бань и саун. Согласно постановлению, работа должна осуществляться с соблюдением рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции. Таким образом, спортсмены «Заречного» получили возможность возобновить тренировки практически в полном объеме. Тему продолжит Наталья Елистратова. Бассейн «Заречный» вновь открыт для посетителей и спортсменов. Его работа была приостановлена в конце марта из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. И только в середине июля зареченские пловцы смогли провести тренировки на родной воде. Сидел дома, было очень скучно. Я очень рад, что его открыли снова. Можно тренироваться. Классно. Первая тренировка дается тяжело, мы немного отвыкли от воды. Бассейн «Заречный» работает в обычном режиме. Но занятия спортсменов и оздоровительных групп будут проходить строго по утвержденному расписанию. Мы будем предоставлять время для спортсменов спортивной школы. Это с 6.30 утра до 10.30. С 11.00 до 13.30 мы приглашаем жителей нашего города для оздоровительного плавания. Затем с 2.00 до 18.30 время в бассейне будет предоставлено спортсменам, воспитанникам нашей спортивной школы. И с 19.00 до 21.30 также приглашаем жителей нашего города поплавать в нашем бассейне. Работа бассейна «Заречный» организована в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Занятия оздоровительным плаванием будут продолжительностью не более 45 минут. После каждого – 15-минутный перерыв. Огромные просьбы и требования к жителям нашего города. Приходить к началам сеанса и не тянуться во время всего, в протяжении этого времени, а приходить строго по сеансам. Мы также будем проводить это на входной группе, проверять температуру у посетителей. Лица с повышенной температурой допускаться на спортивные сооружения не будут. Ну и, значит, помимо этого, это санитарная обработка, обеззараживание тренажеров, поручней, ручек. Каждые два часа будет проводиться. Городской плавательный бассейн на улице имени Михаила Васильевича Проценко откроет свои двери ориентировочно 15 июля. Всю интересующую информацию по его работе можно уточнить по телефону 60-31-21. Наталья Елистратова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». После короткой рекламы о работе налоговой инспекции, связанной с начислением налога на профессиональный доход, нам расскажет специалист-эксперт отдела инспекции Федеральной налоговой службы России по городу Заречному Ирина Жидова. А я прощаюсь с вами. Будьте здоровы и не пренебрегайте мерами безопасности. Всего доброго! Конкурс социальных проектов «Росатом вместе» возвращается. Теперь в онлайн-формате. 21 город-участник, 16 социальных проектов, 4 конкурса. Викторина атомных городов в приложении «ГСР». Конкурс координаторов «Атомная команда города-2020». Лучший месячник госкорпорации «Росатом». День атомных городов. Участвуй в мероприятиях конкурса. Поддержи свой город в мобильном приложении «ГСР». Город-победитель получит главный приз. Подробности на росатомвместе.атомгорода.ру Скоро стартует конкурс телерадиокомпании «Заречный» выпускники 2020. Теперь в новом формате. Участвуй, побеждай и выигрывай ценные подарки от спонсоров. Следи за рекламой в эфире телеканала «За ТВ» и на сайте городзек.инфо. Я люблю свой город и знаю, с чего все начиналось. Я знаю о его создателях, о людях, которые внесли неоценимый вклад в развитие атомной отрасли и моей малой родины. Я хочу так же, как они, создавать свою историю. Поэтому я участвую в конкурсе «Слава Созидателям». А ты? Прими участие в двух номинациях «Один в один с Созидателем» или «Чем меня вдохновил Созидатель» на своей страничке в Инстаграм. Подробности о правилах и сроках проведения конкурса на сайте slavadefissozidatelem.ru Лови момент выгодных предложений в караване. Яйцо. Первый сорт. Одна штука. 3,90. Сосиски российские. Дым-дымыч. 139,90. Персики. 99,90. Акция действует с 14 по 16 июля 2020 года. Цены указаны в рублях. Количество товара по акции ограничено. Лови момент в караване. Квартира комфорт-класса от надежного застройщика. Цена за квадратный метр от 38 тысяч рублей. Звони. Подробности по телефону 231-001. Налог на профессиональный доход – это новый специальный налоговый режим, который применяется в Пенинской области с 1 июля 2020 года. Переход на данный специальный налоговый режим осуществляется в добровольном порядке. Какие есть преимущества налога на профессиональный доход? Первое преимущество – это то, что нет необходимости представлять декларацию в налоговую. Учет доходов ведется в мобильном приложении «Мой налог». Следующее преимущество. Также у налогоплательщиков отсутствует обязанность в регистрации контрольно-кассовой техники в налоговом органе. Чеки можно также пробивать в бесплатном приложении «Мой налог». Далее. Физические лица могут работать без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Также у налогоплательщиков отсутствует обязанность по уплате взносов на пенсионное страхование. Также еще какое важное преимущество есть при использовании данного специального налогового режима. В случае отсутствия дохода в течение налогового периода отсутствуют какие-либо обязательные фиксированные платежи. Кто может воспользоваться этим режимом и платить налог на профессиональный доход? Кто может оформить самозанятость? Новый специальный налоговый режим могут применять следующие налогоплательщики, у которых одновременно соблюдаются следующие условия. Первое условие. Они получают доход от самостоятельного ведения деятельности. Также при ведении этой деятельности они не имеют работодателя, с которым заключен трудовой договор. И также они осуществляют данную деятельность без привлечения наемных работников. Присутствует одно ограничение. В течение года доход не должен превышать 2 миллиона 400 тысяч рублей. Ограничения по месячному доходу отсутствуют. Также хотелось бы отметить, что есть виды деятельности, при осуществлении которых налогоплательщики не имеют права применять налог на профессиональный доход. Данный перечень видов деятельности перечислен в статье 4 Федерального закона о 28 ноября 2018 года, номер 422 ФЗ. Теперь поговорим про налоговые ставки, какие применяются при данном специальном налоговом режиме. Налоговая ставка зависит от того, от кого именно получен предпринимателем либо физическим лицом доход. То есть ставка в размере 4% используется, если доход за оказанные работы, услуги или товар получен от физического лица. Следующая ставка в размере 6% используется, если доход поступил от юридического лица, либо индивидуального предпринимателя. В наше время это очень актуально для мастеров красоты, которые работают на дому, которым невыгодно регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Например, если физическое лицо работает официально, но дополнительно еще после работы занимается чем-то, например, выпечка какая-то, продажа продуктов собственного производства. То есть, чтобы не регистрироваться в качестве ИП, они также могут стать плательщиками налога на профессиональный доход. Почему вот этим категориям граждан, например, мастерам красоты или представителям других профессий, невыгодно быть индивидуальными предпринимателями, а гораздо предпочтительнее именно самозанятости? Когда индивидуальный предприниматель зарегистрировался, если он не подал заявление в налоговый орган о переходе на какой-либо специальный налоговый режим, автоматически он числится на общей системе налогообложения. Туда входит для индивидуальных предпринимателей представление отчетности по форме НДФЛ, налог на доходы физических лиц. Если в случае торгуют под акцизными торварами, либо ввоз продукции за границей, они еще отчитываются по НДС. И там, соответственно, везде установлены свои налоговые ставки, которые выше, чем ставки у налога на профессиональный доход. Также налогоплательщик, индивидуальный предприниматель имеет право перейти на иные специальные налоговые режимы, например, как упрощенная система налогообложения, единый налог на вмененный доход, это очень распространено. Но для сравнения, например, если взять единый налог на вмененный доход, каким образом исчисляется данный налог, берется 15% от суммы вмененного дохода. Вмененный доход зависит от вида деятельности, который осуществляет налогоплательщик, физические показатели, количество работников, в общем, 15%. Если налогоплательщик перешел на упрощенную систему налогообложения, там применяются две налоговые ставки в зависимости от объекта налогообложения. Либо это 6%, либо это опять-таки 15%. То есть, как бы, действительно, для налогоплательщиков, которые осуществляют деятельность, которые не приносят, скажем так, большого дохода, ведь ограничение в год 2 миллиона 400 тысяч, все-таки им лучше будет правильнее применять, перейти на налог на профессиональный доход. Это, как вы сказали, действительно более мягкий налоговый режим. Каким же образом стать плательщиком налога на профессиональный доход? Чтобы стать плательщиком данного специального налогового режима, необходимо пройти регистрацию в бесплатном мобильном приложении, которое называется «Мой налог». Также регистрацию можно осуществить через уполномоченные банки, либо в случае отсутствия смартфона можно использовать веб-версию приложения «Мой налог». Хотелось бы отметить, каким образом исчисляется сумма данного налога. Это тоже является преимуществом, и самостоятельно рассчитывать налог не нужно. Начисление происходит автоматически в приложении «Мой налог». Единственное, что требуется от налогоплательщиков налога на профессиональный доход – пробивать чек в приложении на каждую сумму прихода и, соответственно, отражать покупателя, от кого получен доход. Физическое – это лицо, индивидуальный предприниматель или это юридическое лицо. В чеке выбивается сумма, то есть обязательные реквизиты – это, соответственно, дата расчета, время расчета, покупатель, кому оказана услуга, либо реализован товар и сумма расчета. Если у покупателя есть электронная почта, если он предоставляет такие данные, чек формируется электронно и направляется на адрес электронной почты. Если такой возможности нет, тогда через компьютер этот чек необходимо будет распечатать и вручить покупателю. Есть контрольно-кассовая техника, которую необходимо приобрести, то есть понести затраты, купить фискальный накопитель, заключить договоры с оператором фискальных данных, которые тоже берут свою за эту плату, то есть это затратно. А именно в приложении «Мой налог», который является бесплатным приложением, там это уже все автоматизировано и дополнительные расходы налогоплательщики, которые применяют налог на профессиональный доход, дополнительные расходы они не несут. То есть это происходит все автоматически и бесплатно. И как раз исходя из каждого пробитого чека и начисляется сумма дохода, происходит в этом приложении тоже автоматически. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА